Здарова, ребят! У нас есть Шамшурин. Значит, смотрите, комментарий человека, коих становится все больше и больше в последнее время. Полноценный мужчина вообще не должен думать, что и как сказать женщине. Об этом должна думать она. Мужчина вообще не должен никак подстраиваться под женщину, подбирать слова, выглядеть интересными. Единственное, что мужчина должен самому себе, это быть собой, заниматься деньгами, телом, хобби, своим развитием. Тогда женщины сами будут водить хороводы вокруг такого мужчины. Что я могу сказать? Когда я читаю такое, я четко понимаю, что этот мужчина абсолютно далек от тех стандартов, которые он здесь описал. Это первое. Второе, что он так же, как и большинство из современных мужчин, делает все, что угодно, лишь бы только не решить эту проблему. То есть он пребывает в полнейших иллюзиях. То есть это никак не решит никакой проблемы. Да, там женщина пусть сама, пусть, да ради бога, что ж ты так прям это? Ну, то есть это все от обиды человек пишет. Конечно, хочется, чтобы просто ты должен общаться таким образом с женщиной, чтобы она сама хотела с тобой общаться соответствующе, чтобы она сама была заинтересована в тебе. Вообще никто никому ничего не должен. Это вообще психологическое искажение, которое называется долженствование. То есть так это работает, ребят. Это так называется у психологов. И что я могу сказать? Это абсолютная чушь, потому что ко мне приходили разные клиенты, в том числе топы, которые реально... Вот один говорит, Володь, у меня проблема. Я говорю, какая? Он говорит, я летаю только спереди в самолете, бизнес-классом. Я, говорит, не могу знакомиться там внутри, сзади. Я думаю, вот бы мне твои проблемы. Или другой говорит, вот я своей девушке подарил, ну, девушке, за которой ухаживал, подарил кортье. Вот. В итоге она мне так и не дала. Мы с ней поссорились. Она все так вывернула, что я в этом виноват. И в итоге так ничего не получилось. То есть как бы... Причем если вообще саморазвитие, не хочешь ты, не знаю, не подпрыгивай, не бегай за ними, как собачонка. Ну, то есть просто с женщинами можно по-другому начать общаться. Эффективно. Потому что можно же эти вещи параллельно делать. Зарабатывай ты там, развивайся. А что теперь, не жить что ли, я не знаю. Это ж, прикинь, это может быть тебе лет 10-15 понадобится на то, чтобы заработать деньги. А может такое быть, что ты их так и не заработаешь. А как ты будешь заниматься сексом? Как ты будешь строить семью, отношения? Что будет-то? Вам вообще не надоело себя обманывать? Ну, это какой-то полный пиздеж самому себе. То есть, допустим, женщины будут вокруг вас водить хоровод. Да не будут. Будут эскортницы, будут шлюхи, проститутки, которые исключительно будут заинтересованы в том, чтобы, да, вот вы дарили им кортье, а потом куда-то сливаться. Она скажет, о, очередной богатенький дурачок, как хорошо. Такие женщины вам нужны. Они будут, конечно. Но бесплатного секса, который ни с чем не сравним, никогда он не может быть сравним с сексом за деньги, потому что женщина тебе отдалась, потому что ты классный. Ты от него кайфуешь даже не физиологически, а психологически. Бесплатного секса можно не ждать. Отношений, в которых ты действительно нужен, можно не ждать. Ну, не связаны это вещи. Допустим, вы хотите научиться плавать. В бассейн надо идти, платить деньги тренеру, чтобы он вас учил. Вы этого не делаете, потому что вы говорите, нет, я сначала накачаю ягодичные мышцы или там какие-то ноги, а вот потом пойду плавать. То есть, или там, я сначала себе куплю плавки. Нет, не эти. Подожду, когда будут вот зеленого цвета или красного цвета. Вместо того, чтобы пойти и напрямую решить вопрос с бассейном, то есть, научиться плавать. Столкнуться со страхом глубины, как у меня когда-то было, с тем, что ты там что-то не умеешь, но ты непосредственно решаешь этот вопрос. Вам настолько страшно вот, блядь, столкнуться с женщинами, что я говорю, блядь, это не страшно, вы это катастрофизируете, это тоже искажение. Никто еще не сдох от того, что ему сказали, а привет, давай познакомимся, как пошел нахуй. Да никто вам так и не скажет, ребят. Никто такое не скажет. Но если какая-нибудь блядь, она и скажет, то есть, от этого еще никто не умирал. То же самое, допустим, я хочу наладить отношения с родителями, со своим братом, например, да. Вы хотите, у меня, слава богу, так все нормально. И что вы думаете? То есть, я заработаю деньги там, не знаю, накачаю пресс, куплю себе дорогую тачку, и у меня отношения ладятся. Причем есть отношения я? Ну, при чем есть отношения? Вам реально не надоело просто пребывать в иллюзиях? Когда у вас будут эти деньги, этот пресс, там, эта тачка, этот интеллект, не будет такого. Ну, биология так устроена, к сожалению, да. Возможно, да, на вас будут с большим интересом смотреть, но, опять же, смотря что за женщина, они не будут проявлять инициативу, они также будут ломаться, они будут говорить, я не такая, там, не надо, я не знакомлюсь, не хочу, там, не трогай меня. Не связано это с этим. Ну, не связано. И когда вы сами себе в этом честно признаетесь, тогда, только тогда в вашей жизни что-то начнет меняться. Вот я хочу, чтобы сейчас не было 40 с чем-то градусов здесь, да, потому что просто невероятно. Я пока дошел вот от одного места до другого, меня глаза потом заливают, я как будто в баню сходил уже, да, в одежде. Вот я хочу, чтобы погода должна быть другой. И где? Че? Ничего не меняется? Она, ну, как бы, она срать хотела на то, что я хочу. Это, сука, природа. Это совсем другой уровень знаний, который вы должны освоить. Ребят, ну, вот когда я читаю вот такие комменты, меня это прям вот, не знаю, меня прям бомбит, вот честно. Как можно быть таким идиотом? Ну, если ты идиот, бляд, зачем ты пытаешься, как бы, других убедить в том, что, не, вот я прав, ну, нет же, ребята, ничего не изменится. У меня, причем вот даже недавно только в Телеграм-канале несколько человек написало, блин, я тут зарабатывал бабки, развивался, фирму строил, спортом занимаюсь, то, сё. Но этот вопрос так и не закрыт. Да, потому что это иллюзия, когда мужчины думают, вот когда у меня будут деньги, ничего не изменится.